Ну что ребят, всем привет, ролик по поводу Apple, Apple стал оплатиновым партнером глобального симпозиума CBDC, в принципе разработки и внедрение CBDC продолжается, и как мы видим, симпозиум Digital Monetary Institute, получается проводимый в Лондоне, проводится для обсуждения практических и теоретических аспектов цифровых валют, таких как CBDC, ну валюты центральных банков и будущих финансовых. Ребят, уделите всего минуту своего времени проекту, что может значительно увеличить вашу прибыль скрипты. Мои хорошие знакомые из Реала, которых я лично знаю не один год, открыли замечательный проект, что дает очень хорошую пассивную прибыль. Они разработали собственный пул стейкинга на эфире, что дает от 5 до 7% прибыли ежедневно. Вложив свои эфиры в данный проект, они подтверждают транзакции с наиболее высокой комиссией в сети эфира. Данное вознаграждение идет в пул стейкинга, а пул уже данную награду делит с вами, причем большую часть от награды пул отдает своему вкладчику, то есть вам. Надежная и прозрачная система, которую я проверил лично своим вкладом, вложив в данный проект более 4,6 эфира на 8000 долларов. Помимо хорошо продуманной системы, моим гарантом также является личное знакомство с основателями проекта, это серьезные люди, которых я давно знаю. Не упускайте отличную возможность приумножить свою крипту, такие возможности выпадают крайне редко, ими надо воспользоваться. Ссылка на проект в описании под роликом. Рынков получается. И также еще участие 126 центральных банков, Министерства финансов США и эксперты из цифрового финансового сектора назвала Ripple своим единственным премиальным партнером на симпозиуме этого года. Ну то есть это о чем говорит, что опять же таки, ну Ripple это компания чья? США, Америка, да, поэтому в принципе ничего удивительного, как я говорил, Ripple будет XRP на первом месте, Stellar я думаю на втором, либо вровень как-то. Ну опять же таки, скорее всего, будет это Ripple в большей степени. Поэтому запланирован на 10 мая будет двухдневным получается, и ожидается в нем примут участие около 40 докладчиков. Ну и также в числе лица входят лица, управляющие центральными банками Израиля, Ганна и Италии. Также у нас еще будут обсуждаться децентрализованные приложения в бизнесе и другим связанным темам Ripple, работать с несколькими громкими проектами CBC по всему миру. Ну с несколькими, я бы сказал бы это мягко сказано, со всеми практически центральными банками, да, практически всех стран. То есть это Северная и Южная Америка, это Африка, это Европа, это страны СНГ, это азиатские страны и так далее. Ну не все, понятное дело, но большая их часть, по крайней мере, то есть процентов 90 как минимум. На XRP Ledger сейчас выпущена первая стабильная монета, получается, от компании Stable и привязанная, получается, к доллару США, Stable US и представленная стикером USDS. Вот, ну и помните, еще было Евро-С, то же самое, это Евро, ну а потом что-то проект прикрыли, но опять же таки, все равно мы понимаем, что естественно, естественно, цифровое евро, также от компании Ripple, оно может быть. Ripple становится платиновым партнером глобального симпозиума, вот тоже дублируется данная новость. А в англоязычном источнике еще интересное дополнение. Нет, вот Ripple делает большие ставки на CBDC в 2023 году, ну и обсуждается наиболее важная тенденция в криптоактивах, стаблкоинах, трансграничных платежах и инструментах токенизации. Ripple является техническим и исследовательским партнером различных известных инициатив CBDC по всему миру и в последние месяцы начал сотрудничать с различными концепциями цифрового евро, фунта и так далее. Ну и помимо консультации и технической поддержки, Ripple также собирается представить частные платформы распределенного реестра для CBDC, основанные на дизайне блокчейна XRP и Ledger. И как сообщалось ранее, также разработки у нас Ripple в этой области открывают возможность для полностью функциональной сети. CBDC значительно улучшит трансграничный денежный поток и ускорит внедрение блокчейна. Также у нас институт Катона или Катона, получается CBDC, крупнейшее нарушение финансовой конфиденциальности с момента принятия закона о банковской тайне, нам говорят. Ну и получается может оказаться у нас атака на финансовую конфиденциальность. И конечно же система у нас CBDC в документе говорится, что Конгресс США должен прямо запретить ее выпуск, нам говорят. Но опять же таки мы же понимаем, что этого не будет. Представляет угрозу для финансовой конфиденциальности. Ну и также рассказывает нам, что конечно ничего не будет анонимно. Ну а как же нам говорят, будет анонимно, я считаю, надо верить. Вот, хотя правительство США может захотеть совершить этот подвиг, авторы утверждают, что выпуск CBDC будет означать, что они называют самым крупным посадительством на финансовую конфиденциальность. Вот, ну и по факту предоставят бесчисленные возможности контролировать финансовые операции граждан, такой контроль может быть утверждающим запрещение ограничения покупок, поведенческим стимулированием и сдерживанием покупок или карательным замораживанием и изъятием СС. Да не может такого быть, я считаю, такого не будет, поэтому все будет чисто и прозрачно, и все будет анонимно, что самое главное, да, ребят? Вот, авторы также рекомендуют Конгрессу США требовать, чтобы соблюдение ФРС положения закона о дирегулировании депозитных учреждений и денежно-кредитном контроле подвергалась регулярным, получается, регулярным, вернее, проверкам со стороны третьих сторон. Так вот, Дэвид Шварц у нас объясняет, как независимое от блокчейна решение увеличит распространение XRP, ну и в недавней ветке поделился мыслями о том, как использование решений, независимых от блокчейна, потенциально могут ускорить внедрение XRP, привлечь все больше пользователей к цифровому активу. Ну и, получается, создал свою ветку с частых вопросов, ну и говорит, что если функция XRP Ledger советует не ограничивать технологию работы исключительно с XRP, более широкую аудиторию хочет захватить и быть более полезным для людей, которые в настоящее время не могут интересоваться конкретно XRP. И также предлагает аналогию, чтобы подчеркнуть важность универсальности технологий, сравнил ситуацию с разработкой инструмента, который мог бы вскрывать целые свежие кокосы, а это, как известно, сложная задача. Утверждал, что инструмент предназначен для вскрытия кокосов, который также пригодится для приготовления различных других продуктов, будет более привлекательным, широко принятым, чем инструмент для единственного конкретного использования. Ну, то есть, он хочет, чтобы компания Apple и токены XRP используются много где, о чем я говорил, то есть, как средство оплаты в разных сферах. Вот, технический директор сравнивает, вот, у нас XRP с кокосом, почему это важная аналогия, нам говорят. Партнеры Stellar, MoneyGram получат главную награду от Newsweek, ну и MoneyGram, международный финтекс-гигант, признат, но из самых надежных компаний в США. Вот такие вот новости. Биткоин формирует фигуру вымпела, но я напоминаю, бычий вымпел на бычьем рынке работает, медвежий вымпел работает на медвежьем рынке. Ребят, сейчас какой рынок? Медвежий, правильно, никакой не бычий. Вот, локальный отскок это, а не бычий рынок, поэтому, ну, кто хочет... В общем, если хотите, можете назвать там локальный бычий рынок, мне без разницы, поэтому недавно движение цены биткоина привлекли внимание финансовых аналитиков, инвесторов, поскольку фигура вымпела формируется вблизи ключевого уровня сопротивления 30 тысяч долларов. Ну, то есть, опять нам говорят, ребята, ждем тридцатку, раньше тридцатки не фиксируемся. И, соответственно, к критическому уровню сопротивления. Вот, мы подошли, конечно же, как вы думаете, дадут? Ну, я думаю, не дадут, разве что с квизом каким-то побыть шарты, не более, не менее. Ну, и, соответственно, Колумба утверждает у нас, что биткоин сможет успешно вырваться из этой модели, преодолеть отметку в 30 тысяч долларов. Но я напоминаю, бычий вымпел работает на бычьем рынке, еще раз повторяю, а сейчас медвежий рынок и кризис, на секундочку. Со значительным объемом торгов это послужит, ну, я имею в виду глобальный бычий рынок. Ну, кто считает локальный бычий рынок, окей, хорошо. Это послужит бычьим сигналом для подтверждения крипталюты. В последующем, ну, нам же говорят, что дно пройдено, бычка уже, правильно, бычий рынок же, все, все супер, рост экономики. Ага. Вот, поэтому, также поделился своей инвестиционной стратегией, подчеркнул веру в том, что золото, серебро и биткоин можно использовать в качестве страховки. Да, вот, особенно золото сейчас на хаях тоже вообще идеально покупать, поэтому, как и биткоин по 28 тысяч, потому что по 16 не покупалось и не покупалось так же, когда золото было на донных отметках буквально там полгода назад. Конечно, нет, вот золото вот сейчас, вот именно на самых хаях. Вот у нас золото, смотрите, самые хаи, вот я вам даже месячный график открою, смотрите, вот, ну, золото самое время сейчас покупать, конечно, потому что же золото это защитный актив. Понимаете, ладно, там серебро еще, давайте глянем, но серебро все равно тут локальные хаи, не глобальные такие, но если глянуть тоже золото, то золото вообще на лютых хаях, и мы видим, подошло к уровню сопротивления вот этого. Ну, какой смысл его сейчас покупать? Ну, нам говорят, что не, ребята, надо сейчас покупать золото, надо сейчас покупать биткоин, конечно же, потому что по 16, по 20 тысяч не покупается, вот, а смачно покупается по 28, потому что будет же 30 и выше 30, правильно, ребят? Потому что толпа ждет, еще шаль сезон будет обязательно, конечно же, при том, что доминация растет, при том, что у нас аль сезонный индекс вообще на нуле находится, поэтому обязательно, обязательно все будет, ребята, все будет, конечно, конечно, как нам завещали наши любимые блогеры, там, наши СМИ, там и так далее, там, иностранные СМИ, там и так далее. Ну, и, конечно же, критический уровень инвестор-трейдер внимательно следят за движением рынка, ну, и, конечно же, прорыв может сигнализировать о возобновлении бычьего импульса, однако неспособность превзойти его может повести к консолидации потенциальному нисходящему тренду. Следующие несколько торговых сессий будут иметь решающее значение для определения краткосрочного будущего биткоина, ну, то есть, опять-таки, смотрят в краткосрок, ну, а я смотрю в долгосрок, что я жду ниже десятки. Технический директор рассказывает, как токены на основе XRP Ledger возвращают XRP, ну, и, получается, Твити подчеркнул, что некоторые основные преимущества токенов, которые дают XRP, его ответ последовал после того, как, получается, поддерживают ли токены на основе XRP Ledger, получается, криптовалюту, ну, и назад эта платформа финансовой или материальной поддержки, которую эти токены дают за XRP. Ну, и, получается, сказал, что токены предлагают только единственное преимущество, которое включает использование шестой криптовалюты для комиссии, добавил, что токены на основе преследуют одну и ту же цель средства инвесторов, ну, что, типа, вот, все скам, все пирамида, перераспределение денег, ну, это любая криптовалюта, поэтому я не вижу смысла тут идеализировать и концентрировать, знаете, масштабировать и раздувать из мухи слона, что вот только XRP такой, это все проекты абсолютно такие. Я не думаю, что это единственное преимущество, ну, и, по словам Шварца, помогают повысить ликвидность XRP из-за функции автоматического моста и того факта, что монеты нет эмитента, кроме людей, владеющих классом активов. Ну, эмитент является компанией Apple, поэтому то, что нет эмитента, он, конечно, лукавит, вот, ну, и по поводу того, что, ну, эмитенты, это по-простому, кто выпускает данные токены, поэтому они могут допечатать, и там еще 50% монет не в обороте, я напоминаю, они могут их разлочить и в рынок также вкинуть вообще без проблем, если захотят. Потом, по поводу биткоина, волатильность никакая, нам говорят, что вот у нас вымпел, да, все дела, то есть такое поджатие, да, если посмотреть, и, конечно же, ждут прорыва наверх, но прорыв может быть и вниз на медвежьем рынке, я напоминаю, а сейчас как раз-таки медвежий рынок, если кто забыл. Проект, который я лично проверил своим вкладом в 8000 долларов и дающий от 5 до 7% ежедневной прибыли, это отличная возможность приумножить свой капитал, ссылка в описании под роликом. Поэтому, по поводу эфира, стоит ли сейчас покупать, естественно, нет, ждать дальнейшего снижения, нам говорили, 2000 долларов, но мы же, естественно, понимаем, что это не так, по BNB тоже какая-то консолидация, якобы тут все это выравнивается и все будет супер, но мы же прекрасно понимаем, что лонгов у нас на бренок куда больше, чем шартов. По XRP тоже самое, формируется какая-то база, якобы накопление, но и после этого, конечно же, многие будут ожидать выхода наверх, возможно, финально по BNB еще как-то, но я все-таки жду в глобальном плане, в глобальном плане, то есть, опять же-таки, в течение следующих полгода-год, ну, а то и 2 года, я жду, конечно же, обновления минимумов и падения, может, к отметкам минимум марта 2020 года, а то и может быть и ниже, конкретно по XRP я имею в виду, вот, поэтому, ну, а по поводу биткоина, естественно, я уже говорил, GAP 2900, 11200, 9700, поэтому ожидаем, всем удачи, всем пока.